Ты полностью подчиняешься? Нравится, когда тебя душат? Да, есть такое... Шлепают? Да. Любимая поза? Если раком, да. Анальный секс? Положительно отношусь. Да? Да. Кайфуешь? Да. Или для хорошего парня можно и потерпеть? Нет, в основном кайфую. То есть и так, и так, но спереди все девочки любят больше, это факт. Анальные пробочки? Кляп, плетка, наручники, там, или веревка, да. На самом деле есть много разных техник проникновения. И вот недавно с бывшим парнем опробовала. И честно, оргаз получаешь по несколько раз. Сереж, снимай. Сереж, сними. Сереж, сними интервью. Привет. Привет. Что сегодня с нами? Кира. Приятно очень. Какой едой проще всего соблазнить девушку, чтобы она приехала к тебе домой? Скорее всего суши с вином. Суши с вином. Вот, а бывало такое, что ты с парнем только познакомилась и сразу поехала к нему домой? Нет, не было. Не было? В принципе определенный. А вот какой предлог можно придумать, чтобы, допустим, мы сейчас познакомились с тобой, вот чтобы я предложил, поехали ко мне. Какой предлог должен быть? На самом деле чувствуется по общению. То есть, если девушка, на самом деле, сразу знает, какой парень, если пообщавшись с ним просто 5 минут. И она знает, стоит ехать или не стоит. У меня просто, в принципе, в любом случае не ехать, какой бы мальчик классный там не был. А вот мы с тобой только что познакомились, я на вскидку, какой парень? Еще раз. Мы с тобой сейчас только что познакомились. Это прямой эфир, если что. Я понимаю. Мы в Одессе, подпишитесь, пожалуйста, на стрим-канал, ссылочка в описании. Возможно, сейчас стрим идет. Какой я на вскидку парень? Да и мы с тобой 5 минут пообщались. Меня хорошая и ты разговорчивая, это для меня плюс, потому что я люблю разговорчивость, потому что сама люблю поболотать. Пиздуном любишь. Нет, ну я сразу чувствую, когда человек мне врет. На самом деле это чувствуется. Во-первых, просто в психологии чувствуется подвижение, просто по общению, куда человек смотрит. Девушкам нравится, когда у парня хорошо развиты языковые навыки, так сказать. Да, потому что девушка любит поболтать, и надо, чтобы мальчик умел ее слушать и тоже мог ответить. Это хорошо, когда мужчина может работать языком? Да. Во всех отношениях. Слушай, а как к куне относишься? Положительно. Многие девочки это любят, но запрещают парню, потому что у многих парней есть вот эта тема, типа, делать куне, ты пиздали, значит, ты какой-то не такой. А у тебя сколько парней примерно было в сексуальном плане? Человеку 10. Может больше. Из 10 сколько лижут? Ну, лично мне 9. 9 из 10? Да. Кто этот один был? Один, но это лично я запретила, потому что я знаю, что он не любит человека. А, ты ему запретила? Да, потому что человек не любит, и как бы такое. Остальные просто любят. Ебланы подкаблучник. Да. Пацаны, поставьте лайк, если ты не подкаблучник. Мужики, кто ставит лайки, обзор 360 вот на девушку. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Ссылка на стрим-канал в описании. Подпишитесь прямо сейчас. Стрим, возможно, идет, потому что по 10 часов стримы идут в разных городах. Вот. А ты как мужиков выбираешь? Чисто даже не из-за внешности. То есть, на внешность мне в большом случае пофиг. Но хочется, чтобы был какой-то там ухоженный. В любом случае. Там красивый, некрасивый, но он должен быть ухоженный. Но для меня лично важен рост. Потому что у меня рост считается высоким в одессе. Метр семьдесят три. И вот парень где-то метрушек. Умение зарабатывать важно? Вообще важно. Умение, да. Потому что я сама работаю. И я начала еще с 13 лет. И я могу сама. Я тот же маникюр делаю себе сама. Когда вхожу в кафе с парнями, тоже сама. То есть, оплачиваю. Да. Я могу спокойно запутить за мальчика. Я к этому нормально отношусь. А я слышал, что девушка будет счастлива, когда найдет своего господина. Еще раз. Каждая девушка желает найти своего господина. И только тогда будет счастлива, когда господин этот найдется. Девушка счастлива в подчинении. Когда мужик берет ответственность за нее, за ее детей, за семью. Есть исключения на самом-то деле. Вот там вот взять мою подругу. Она любит подчинять, когда управляет она. А у меня наоборот любит... Но у меня больше идет подчинение в сексуальном плане. То есть, если обычно... Там в отношениях иногда хочется, чтобы 50 на 50. Но в сексе все-таки подчинение. Ты полностью подчиняешься. Нравится, когда тебя душат? Да, есть такое. Шлепают? Да. Любимая поза? На самом деле нет, потому что столько перепробовала, даже сразу не скажешь. Топ-3. Топ-3. Ну, это классику брать, потому что классика... Ну, типа классика, она вечная. Но все зависит от того, как партнер это делает. Потому что на самом деле размер члена не зависит от удовольствия. То есть, понятно, там не 5 сантиметров, но вот даже средние те же 15. Волосы на кулак стоит наматывать? Если раком, да. Анальный секс? Положительно отношусь. Да? Да. Кайфуешь? Да. Или для хорошего парня можно и потерпеть? Нет, в основном кайфую. То есть, и так, и так. Но спереди все девочки любят больше. Это факт. Анальные пробочки? Такое. Игралась, но... А вот любимые игрушки какие у тебя? Ну, кляп, плетка, наручники, там мели веревка, да. Ты выделила первым кляп? Да. Ты любишь прям, чтобы тебя связали кляп? Я мордашка милая, но таится в душе этот дьявол. Блин, что делать, если ты берешь у девушки интервью, она тебе очень сильно понравилась, у тебя встает член даже местами? Ну, девочки на самом деле это замечают, даже если смотрят человеку в глаза. Да? Да. На самом деле, да. Улыбка на моем лице выдает на мне котика. Тоже подтверждает, да. Пацаны, поставьте лайк за искренность, напишите какие-нибудь хорошие комментарии. Вот, девушки обычно читают комментарии, им приятно. Читаю. Ребята, ссылка на стрим-канал в описании. Подпишитесь, пожалуйста. Я делаю прямые трансляции в разных городах. Мы в Одессе сейчас. Залетайте, возможно, мы еще не уехали. Дальше мы во Львов собираемся. Я подпишусь. Что пожелаешь мужчинам? Я пожелаю быть проще и не выебываться. Вот честное слово. Потому что вот эти выебоны, они никому нафиг не нужны. Секс втроем. Хорошо или плохо? Хорошо. Секс втроем это две девушки или два парня? И так, и так. У меня было, и так, и так понравилось. О, а что больше? Два парня, мне кажется, больше девушкам нравится. Не знаю. Чтобы будут два парня, мальчики должны быть в этом плане опытные. Доминировать это умеет. Да. И поделить. Потому что некоторые берут вот на себя, потом у них срач происходит. Это как бы не клево. Ну, чтобы мальчику выдержать, двух девочек тоже надо быть. Не хухры-мухры. Минетик нравится делать? Да. А если на колени, если так прям вот доминирует от минетика? Ну, тоже, да. Куда кончать, чтобы не обидеть? На лицо нравится тебе? На грудь или жопу? А, вроде как. Нет. Девочкам не нравится. А с девочками было? Было. Прям без мальчиков? Да. И как оно? Ну, прикольно, но были игрушки. То есть игрушки, с помощью игрушек. А вот девушке говорят, члена не хватает. Игрушками можно заменить порой. Понял, понял. А что? Лайфхак в сексе, который тебе понравился. Вот чтобы мужики такие посмотрели и со своей девушкой сделали вот это, и им понравилось тоже. На самом деле есть много разных техник проникновения. И вот недавно с бывшим парнем опробовала, и честно, оргаз получаешь по несколько раз. Во время просто техники. Что делать? Ну, это мальчика лучше почитать в интернете. Там сложно, я сейчас не объясню сразу. Понял, понял. Просто статьи. Та же вот банальная, которая есть в любой сети, тикток, инстаграм, 9182. Там и так далее. То есть 9 медленных, одно резкое. И это на самом деле приносит хороший аргум. Короче, техники проникновения, это пушка. Да. То есть такое дразнит девушку. Да, это дразнит очень сильно. И хочется еще больше. Это переворачивает игру. Получается, не девушка дает секс или не дает, а мальчик, он как бы берет или не берет. А девушка такая, ну давай, войди уже в меня. Да, да. Потому что ей хочется, а он нет. Он просто ей хочется. Секс без отношений, это хорошо или плохо? Секс по дружбе. По дружбе нормально. Будем с тобой дружить? Взрослой слишком. А, насколько выгляжу? Ну, я практикую с друзьями секс по дружбе. А тебе сколько лет? Мне 18. А мне 22. А нормально. Будем дружить? Будем. Ну все, ребята, девушку найдете в описании. Ты сейчас свободная, да? Да. Приглашайте на свидание. Ты из Одессы бываешь в разных городах? Ну, так как, в последнее время нет. Я просто моделью работаю. Так что вот. Загран паспорт есть у тебя? Есть. Ребята, девушку найдете в описании, залетайте в описании. В описании все полезные ссылочки, стрим-канал тоже в описании. Ну и поставьте лайк за искренность. Спасибо большое Одессам, мы еще сюда вернемся. Всем пока. Последнее слово мужикам. Просто будьте проще. Это единственное, что хочет девушка. Потому что выебоны, как я говорила, никому не нужны. И девочку это только отталкивает. Какой бы возраст ни был. Пока-пока. Пока. А там море. Там море. Пацаны, поставьте лайк. Красивое море.